Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня важнейшее видео о витамине D. Много лет хотел его сделать, вот руки дошли, как в своё время я сделал про витамин B12. Итак, из данного видео вы узнаете. Новые и важные данные о витамине D, то, что должен знать каждый человек. Для чего он нужен и в каких дозах, и почему Солнце в наше время не может дать полную норму витамина D. Вы узнаете, что витамин D не только витамин, но ещё и гормон. Чем грозит недостаток витамина D и каковы признаки недостатка? Какие есть группы риска, у кого может быть недостаток? И отчего же в наши дни такой тотальный дефицит витамина D даже у тех людей, кто живёт в южных регионах нашей страны и за рубежом? В каких продуктах он содержится и как получить дневную норму? Ну и каковы же вообще нормы потребления и единицы измерения витамина D? Итак, смотрите это видео полностью, будет очень важная, жизненно важная информация. Да, витамин D воистину фундамент здоровья человека. Открыл его в 1928 году немецкий биохимик Адольф Виндаус, за что и получил Нобелевскую премию. И это четвёртый по ходу витамин, который был открыт человечеством. То есть витамин А, В, ну как общее название группы, потом уже разделились В1, В2, В6, В9 и так далее. Витамин С третьим и четвёртый витамин D. Прошло уже 90 лет и за это время более 70 тысяч научных исследований и диссертаций было на тему витамина D и до сих пор они идут и всё ещё до конца человеку о нём неизвестно. У витамина D много форм, так называемых витамеров, D2, D4, D5 и даже D6. Но самые важные для нашего знания формы витамин D2 и D3. D2 это эрго кальциферол и поступает он только с пищей в организм. А витамин D3 это холи кальциферол и поступает он и с пищей и синтезируется в коже под действием ультрафиолета солнечного спектра. Но D2 и D3 сами по себе не активны. И чтобы прийти в активную форму сначала происходит превращение в печень, это первая стадия. Образуется соединение кальцидиол. Потом это вещество поступает уже в почки. И вот там превращается в вещество кальцидиол. И вот это уже активная форма витамина D. Это вещество обладает ещё и высокой гормональной активностью. И потому сейчас учёные считают витамин D ещё и гормоном, а не только витамином. Да, витамин D это ещё и стероидный гормон, который регулирует более 4,5 тысяч генов. А это примерно 1,5 всех генов организма человека, то есть генома. И процесс биосинтеза белка, и другие биохимические процессы в организме, многие нуждаются в витамине D. И практически все клетки нашего организма содержат рецепторы к витамину D. В первую очередь в нём нуждаются клетки кишечника, кровеносной и нервной системы. Гиппокамп, такой отдел головного мозга, особенно нуждается в нём. А это наша память. Он обеспечивает всасывание кальция и фосфора в кровь, оттуда в ткани, то есть их усвоение. Это единственный витамин, который вырабатывает наша кожа, сама синтезирует под действием солнечного света. Но помните, дорогие друзья, ультрафиолетовые лучи губительны. Они в больших количествах вызывают рак, меланому. И особенно уязвимы к этому белые люди со светлой кожей, а тёмным людям, чернокожим, для того, чтобы выработать нужное количество витамина D3, нужно в несколько раз больше интенсивности солнечного света и количество часов облучения, чем светлым. Ну а если на пляжах применять солнцезащитный крем, что необходимо для защиты от губительного воздействия ультрафиолетового излучения солнца, то тогда витамин D не будет вырабатываться, ну по крайней мере всего лишь на 5, максимум 10% от возможных 100. И потому те люди, которые сгорают на пляжах, не получают достаточное количество витамина D. Чему свидетели люди, которые мне пишут, огромное количество писем мне приходят из Калифорнии, из Арабских Эмиратов, где всё равно по результатам анализов дефицит витамина D3. Но об этом чуть дальше мы поговорим. Солярий категорически недопустим. Это глупость страшная человеческая. Якобы мнимая какая-то красота, тёмный загар, а в итоге до 90% увеличение шанса рака кожи, меланомы различных и так далее. Все вы слышали, что витамин D нужен для костей, особенно для детей. Но теперь выяснилось, что не только для детей и не только для развития костной системы организма. Он необходим для формирования иммунной системы, это наша иммунная защита, защита от инфекций. И для формирования развития и нормального функционирования нервной системы он необходим. Витамин D стимулирует и выработку инсулина, тем самым помогает в борьбе с сахарным диабетом. И если его не хватает, это фактор развития сахарного диабета, в том числе и первого типа, не только второго. В наши дни это просто какая-то пандемия, эпидемия дефицита витамина D. И вот 10 причин недостатка витамина D в наши дни. Первое. Угол падения солнечных лучей, если только мы не на экваторе живём, не подходит для выработки нужного количества витамина D. Вторая причина. Недостаток его из пищи. Третья причина. Плохое усвоение его из пищи. Это обычно происходит при синдроме дырявого кишечника, который сейчас практически у всех людей. Посмотрите вот это видео. Синдром дырявого кишечника. Обязательно посмотрите. И вы поймёте те факторы, которые приводят к этому тяжёлому состоянию. Четвёртое. Это болезни, которые препятствуют и уменьшают всасываемость и усвояемость витамина D. Пятое. Это недостаток жиров в пище или их синтеза организмом, самим организмом. Шестое. Это защитные крема на пляжах, защита от солнца на 95% снижает выработку синтеза витамина D. Ну, а также недостаток самого солнца, солнечных дней. Седьмое. Солнца может быть и достаточно в определённых регионах, но закрытое полностью тело. Всё одежда закрывает до лица, включительно, как у мусульман Саудской Аравии, например. И тогда будет дефицит витамина D даже в южных странах. Восьмое. Это большое потребление витамина D3, например, паразитами, то есть гельминтами, внутри нас находящихся. Девятая причина. Антибиотики и другие препараты тормозят, препятствуют усвоению витамина D. Десятая. Алкоголь не позволяет всасываться витамином, в частности, витамину D. Ну и вообще всем витаминам, имеете это в виду тоже? Витамин D3 – это жирорастворимый витамин. И для его эмульгации, проведения в кровь через кишечник, а дальше во все клетки нашего организма, необходим жир. Но это не обязательно должен быть именно животный жир, как говорят многие диетологи. Это вообще должен быть жир. И должна быть здоровая печень, чтобы она синтезировала достаточное количество нашего родного холестерина, который печень способна синтезировать даже в 10 раз больше, чем организму требуется в сутки. А холестерин – это как раз животный жир, который необходим в том числе и для эмульгации витамина D. Для активации витамина D нужны, оказывается, еще и витамин С, и витаминные группы В, и поэтому не должно быть дефицита и в этих витаминах тоже, что вполне естественно. Итак, почему сейчас недостаточно солнца для обеспечения нужд организма витамином D для его синтеза в коже? Дело в том, что угол, под которым падают солнечные лучи, и в северном, и в южном полушарии, ну, кроме экватора, недостаточно, чтобы был эталонный синтез, оптимальный синтез. Вероятно, произошли какие-то и планетарные изменения, вроде изменения земной оси, все может быть. По крайней мере, факты говорят о том, что практически все люди сейчас, вне зависимости от того, где они живут, имеют дефицит витамина D, а такого не было еще 50-60 лет назад. Да и солнечных дней сейчас не везде 360 дней в году, не правда ли? Ну, а если солнечных дней достаточно, то как сейчас люди ходят? Лицо только открытое, ну и кисти рук, все. Еще есть одна очень любопытная зависимость. Чем дольше человек, ну, в открытом виде, например, по пояс, проводит на солнце, скажем, мастера, которые срубы рубят, предположим, плотники, то постепенно уменьшается синтез в коже витамина D. Есть такая зависимость. Ну, а теперь, каковы же признаки дефицита витамина D? И это признаки, конечно, косвенные. И очень важно делать анализы крови на витамин D2, D3. Я советую это делать всем хотя бы два раза в год. Тем не менее, характерные признаки дефицита витамина D. Первое. Потливость без объективных причин, даже когда они жарко, особенно у малышей, у младенцев. Второй признак. Ломота в костях, в мышцах, хрупкость костей, остеомоляция, частые легкие переломы. А у детей дефицит витамина D проявляется еще и в замедленном росте и развитии, а также характерным искривлением конечностей. У кого-то пальцы на руках, на ногах, ну, следствие остеомоляции. То есть, как раз размягчение костной ткани. Ну, и как крайняя форма, это рахит. Третье. После физической работы, причем легкой, болят мышцы. Ну, и вообще наличие фибромиалгии, то есть постоянной боли в теле. Четвертое. Это постоянные ОРЗ, ОРВИ и различные лорозаболевания. Пятое. Недостаток энергии, упадок сил даже с утра. Шестое. Порезы и синяки проходят долго, а раны заживают медленно. Седьмое. Больше обычного выпадают волосы, хотя это может быть связано с дефицитом кремния в организме и с наличием грибковых поражений кожи, ну, и, конечно, демодекозы, ну, то есть кожного клеща. Восьмой признак. Грусть, депрессия, агрессия, быстрая возбудимость. И это происходит потому, что витамин D это еще и гормон, как я уже говорил. И он высвобождает нейротрансмиттеры, в том числе дофамин и серотонин. А отсюда изменение настроения. А каковы же группы риска? И к чему приводит дефицит витамина D в организме? Какие проблемы возникают? Давайте разберемся. Итак, если вы не живете близко к экватору и не ходите круглый год босиком и практически полуголом, то у вас, как правило, будет дефицит витамина D. Ну, а чернокожим людям еще больше надо быть на солнце, чтобы выработалось нужное количество витамина D, чем белым людям, потому что пигмент меланин конкурирует за витамин D, и, соответственно, солнечной инсталляции нужно гораздо больше. Если темнокожим людям это еще и возможно, то белокожим длинное пребывание на солнце недопустимо. Ну, так как белые люди могут быстро обгореть и со временем получить, или кому как повезет, рак кожи. А недостаток витамина D приводит к очень серьезным заболеваниям. Во-первых, это различные аутоиммунные заболевания. Это и болезни крона, и аутоиммунный териодит, и ревматоидный артрит, усугубляется сахарный диабет первого типа, целиакия и другие заболевания. Усугубляются и хуже протекают такие заболевания кожи, как псориазы, допустим. Но недостаток витамина D может быть еще вызван и различными паразитами, как я уже говорил, и даже таксоплазмой. Со временем накопившийся дефицит витамина D усугубляет и приводит к таким заболеваниям, как, например, старческая деменция, Альцгеймера, Паркинсона. А увеличение концентрации витамина D3 в пище, в крови, в организме приводит к улучшению состояния, к стабилизации заболевания на том уровне, на каком она находится в данное время. Дефицит витамина D – одна из главных причин этих заболеваний и худшего их протекания. Мало кто знает, что недостаток витамина D приводит к нарушению жирового обмена, к увеличению жировой ткани в организме человека. Особенно, если есть еще недостаток хрома в организме. И такие люди, чтобы они не делали, не могут сбросить лишний жир, если у них есть дефицит витамина D3. Таким людям нужно до максимальной границы привести в течение полугода хотя бы свой баланс витамина D до максимальной верхней планки. Беременным категорически недопустим дефицит витамина D. При хронических заболеваниях печени и почек необходимо дополнительное количество витамина D. Вы уже помните, что печень и почки принимают непосредственное участие в синтезе и изменении доусвояемой формы витамина D. Недостаток витамина D провоцирует развитие онкологии, особенно толстого кишечника, особенно рака молочных желез у женщин. Дефицит провоцирует и колоректальный рак, и рак прямой кишки. Ну а витамин D просто блокирует бесконтрольное размножение раковых клеток. То есть он является еще ингибитором рака. Помните, что дефицит витамина D провоцирует развитие воспалительных процессов. Он крайне важен при болезни сердечно-сосудистой системы, при атеросклерозе. Крайне важен после перенесенных инфарктов, при любых болезнях сосудов. Если у вас, не дай бог, артериальная гипертензия, то есть так называемое повышенное артериальное давление, то он просто необходим, и без достижения его нормы по верхней границе практически невозможно привести артериальное давление в норму без специальных препаратов. Кстати, обязательно посмотрите мою лекцию гипертония, часть 2, обязательно. Итак, тем самым препятствуют усвоению витамина D, болезни печени, почек, болезни кровеносной системы, болезни кишечника, ожирение. Витамин D – мощнейший иммуностимулятор. Он активирует клетки иммунной системы. Ну и, конечно, без должного количества витамина D плохо или вовсе не усваивается кальций, и потому про остеопороз уж не буду говорить, вы это все знаете. Если недостаток витамина D, то кальций может усвоиться всего лишь на 7-8-10% от общего в организме, поступаемого в него с пищей. Имейте это в виду. Мышечная слабость, боли в костях и мышцах – это характерный признак дефицита витамина D. Пару слов про аденому паращитовидных желез. Дело в том, что дефицит кальциферолов приводит к снижению концентрации кальция в крови. Ну а паращитовидные железа для поддержания нужного баланса начинают продуцировать паратериодный гормон, который вымывает кальций из костей. И вот когда происходит продолжительный гиповитаминоз витамина D, то это приводит к неконтролируемому разрастанию железистой ткани и формированию доброкачественных опухолей в паращитовидных железах, то есть аденом. Кстати, еще один критерий дефицита витамина D – это излишняя потливость головы. При дефиците витамина D3 происходит снижение выработки тестостерона и возникают дисфункции яичников у женщин. Арахит и остеопороз – это, конечно же, дефицит витамина D3. Синдром хронической усталости, слабость, вялость, бессонница, быстрая утомляемость, отсутствие жизненных сил, энергии – это характерные признаки дефицита витамина D3. Если есть такие признаки, надо срочно сдать анализы, провериться. Искусственно принимать витамин D нужно только в усвояемой форме. Нужна активная форма, то есть холикальциферол, в виде капсулы или раствора, масляного или жидкого. А если есть серьезные проблемы, которые препятствуют усвоению, то есть специальный мицелированный раствор для таких целей. Дозы, нормы приема – это тысячи международных единиц в сутки. От одного до трех лет – полторы тысячи. Подростковый возраст – до двух тысяч в сутки. Особенно при активном образе жизни и недостатке солнечного света. И особенно зимой. Измерения в крови вычисляют и фиксируют в нанограммах на миллилитр. А нанограмм – это одна миллиардная часть на один миллилитр. Таблицы с продуктами содержат измерения в микрограммах, а один микрограмм – это одна миллионная доля грамма. Это 40 международных единиц. Нормы потребления в сутки – это тысяча международных единиц. Теперь будет легко рассчитать содержание в продуктах и норму потребления. Скажем, в желтках куриных яиц содержится 5 микрограмм на 100 грамм продукта. Значит, содержится 200 международных единиц. Но достичь нормы получения витамина D из продукта в наши дни практически невозможно. Сейчас у 80-90% детей имеется тотальный дефицит витамина D. Да и у взрослых не меньше. Да и по факту продукты питания, которые вы можете смотреть по табличкам, содержат меньше витамина D, чем указано в этих таблицах. В последние десятилетия нижняя граница нормы постепенно увеличивается. Когда-то это было 30 нанограмм на миллилитр. А сейчас многие ученые говорят уже о 60-65 как нижней границе. И это не предел. 30 от защиты от остеопороза. И то, если с гормонами все в порядке. Но 30-40 нанограмм на миллилитр. Это очень слабая защита от рака и других серьезных заболеваний, в том числе аутоиммунного характера. Для профилактики которых необходимо 60-80 нанограмм на миллилитр. Помните, у кого есть дефицит витамина D, нужно потреблять 2, 3, 4, 5 дневных норм, пока уровень витамина D в крови по результатам анализов не поднимется до верхней границы нормы. Раньше в СССР давали детям особенно рыбий жир. И правильно, в принципе, делали в какой-то мере. Моря тогда еще не были так загажены, как сейчас тяжелыми металлами, радионуклидами. И из печени трески и других рыб добывали вот этот рыбий жир, который содержал рекордное количество витамина D. А именно 250 микрограмм на 100 грамм продукта. Или 10 тысяч международных единиц. А это 10 дневных норм, но в 100 граммах. А в 10 граммах продукта рыбьего жира как раз дневная норма, а именно 1000. Ну потому его и хватало всего лишь столовой или даже десертной ложки в день. Но в рыбьем жире, кстати, как и в печени трески, очень высокое содержание еще одного витамина, витамина А. А его большое избыточное количество недопустимо, так как избыточное количество витамина А приводит к ломкости костей и проблемам с печенью. Имейте это в виду. Печень трески содержит 100 микрограмм на 100 грамм продукта. Это 4000 международных единиц, то есть 4 дневных нормы. Сельд жирной атлантической 30 микрограмм. Это 1200 международных единиц, то есть дневная норма. Ну а желто-куриного яйца 3,5. Это 1,5 дневной нормы. В других продуктах тоже содержится витамин D3, кстати, в растительных тоже. Просто его там довольно-таки мало. Наша кишечная родная симбиотическая микрофлора, у кого она здоровая, в достаточном количестве, тоже способна синтезировать витамин D. Но эта возможность имеется не у всех. Посмотрите мое видео «Синдром дырявого кишечника», от чего происходит в том числе и эта проблема в наши дни. Петрушка, крапива, любисток, многие виды зелени тоже содержат небольшое количество витамина D. Так же, как и, кстати, орехи. И самое интересное, что огромное количество витамина D содержит грибы. Так, например, лисички содержат даже больше, чем куриные желтки. Белые грибы и многие другие грибы содержат большое количество витамина D. Особенно те, которые выращивают искусственно и облучают ультрафиолетом. То есть, не те вешенки и шитаки, а шитаки, кстати, рекордсмены по грибам, которые могут содержать витамин D, но только их нужно выращивать, облучая ультрафиолетом. Тогда там может быть и 20, и 40, и даже 50 микрограмм на 100 грамм продукта. К сожалению, в современном искусственном мире человеку, практически тоже искусственному, необходимо потреблять в виде добавок, в виде препаратов этот витамин. Чтобы обеспечить суточную норму, и чтобы не было дефицитных состояний, которые обязательно рано или поздно приведут к болезням серьезным. И вот чтобы этого не было, чтобы не допустить, чтобы устранить те последствия, которые есть в какой-то мере, необходимо принимать дополнительно в виде БАДов, таблеток, витамин D. Если у вас есть дефицит витамина D, и по анализам это очевидно, то чтобы привести его в норму, по верхней границе, напоминаю, необходимо минимум 4 месяца. Причем потреблять нужно больше отрекомендованной примерно в 2 раза. Это не страшно. Тысяча, полторы тысячи международных единиц в день. Обязательно сделайте анализы до и через 4 месяца от начала приема витамина D, чтобы посмотреть, как изменились ваши параметры. Пришел ли в норму витамин D у вас лично? Но до проведения анализов, и это обязательно, прекратите прием витамина D хотя бы за 2, а лучше 3 недели для чистоты эксперимента. Тотальным глобальным дефицитом считается, если у вас по результатам исследований будет 10-20 нанограмм на миллилитр. Мало, очень мало, если 20-30. Норма 50-70. Но если есть серьезные заболевания, состояния, то эта норма должна быть около 100. 80-100. Токсичность витамина D3 не доказана. В 70-е годы проводились исследования, когда давали миллионы единиц. Но условная токсичность считается, если больше 150 нанограмм на миллилитр. Ну не допускайте таких высоких концентраций, да и все. Как правильно сдавать анализ крови на витамин D? Кровь берется из вены в первую половину дня и строго натощак. То есть последний раз поесть перед сдачей анализа можно накануне вечером. С утра, в день сдачи анализа крови, ничего есть нельзя, только пить воду. Если вы принимаете какие-то препараты, то их надо зафиксировать. Лечащий врач и персонал лаборатории должны обязательно быть уведомлены вами о том, какие препараты, если вы их, конечно, принимаете, вы потребляете. Так как некоторые лекарства могут приводить к получению ложных результатов анализа. Через сутки двое результат анализов готов. Ну а платный экспресс-тест за несколько часов. Ну что ж, дорогие друзья, вот и все. Полагаю, тема с витамином D закрыта полностью. Больше знать о нем, в принципе, ничего не нужно. Контролируйте свое содержание витамина D у вас в организме. Сделайте анализы вот сейчас, в скором времени. Но уж коли, если вы будете делать анализы в ближайшее время, сдайте, пожалуйста, еще анализы на витамин B12 и гомоцистеин. Помните, что если гомоцистеин по результатам анализов повышен, выше нормы, то B12, даже если анализы покажут как норму, витамин B12, точно будет в дефиците. Почему это происходит так, я объясняю в своей лекции B12. Дальше. Сдайте обязательно на витамины К и К2. Но напоминаю, что их много в брокколи и шпинате. И обязательно сдайте анализы еще на одну пару. Это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, а именно ЭПК и ДГК. Вот эти две аббревиатуры. Как правило, на те витамины и жирные кислоты, которые я сейчас обозначил, есть дефицитные состояния практически у всех людей сейчас. Если они есть, то нужно либо очень серьезно скорректировать питание, или добавлять их дополнительно в рацион питания. А вот какие лучше всего принимать добавки, я расскажу в другом видео. Я дам вам конкретные советы по определенным витаминам, жирным кислотам. У школи есть дефицит. Какие лучшие, какие самые безопасные препараты применять необходимо. Потому что не все производители честны и порядочны. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Нажмите обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления вам на электронную почту о выходе моих новых видео. И вы их получите. Увидите, что интересно. Смотрите. Ну и оценивайте данное видео. Если вам понравилось, поддержите меня и мой канал. Ставьте лайк, пальчик вверх. Передавайте мое видео другим людям. Советуйте, чтобы и другие люди знали то, что вы теперь уже тоже знаете. Всего хорошего. Желаю крепкого здоровья. Всем хорошим, порядочным, честным людям. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok